Можжевельник китайский – лучшие сорта, описание, посадка и выращивание. В современном ландшафтном дизайне широкое применение получил можжевельник китайский, благодаря своим прекрасным декоративным особенностям. С использованием этого растения очень легко создавать различные композиции. Также востребована культура по причине своей неприхотливости и простоты ухода. О растении. Основной и главной отличительной характеристикой китайского можжевельника от других представителей этого рода является невысокий рост. Не более двух метров при диаметре крона около одного метра. Хвоя очень густая и, в зависимости от сорта, образует разнообразные формы. Важно! Первые несколько лет молодое растение характеризуется небольшим приростом, но через пару лет можжевельник очень быстро достигает своих максимальных размеров. Родиной растения являются Северная Корея, Япония, Северо-Восток Китая, Маньчжурия. Относится к роду можжевельник семейства кипарисовых. Продолжительность жизни в среднем составляет около 800 лет. Можжевельник китайский. Кора китайского можжевельника имеет коричневый цвет, слегка отслаивается, молодые побеги окрашены в темно-зеленый. Цвет очень тонкий, не превышает 2,5 мм в диаметре. В зависимости от сорта, можжевельник китайский может различаться типом хвоя, шаловидная, игловидная, а также формы шишек, удлиненные, угловатые, шаровидные. Интересный факт. В Древней Руси из можжевельника изготавливали посуду. В ней даже при жаре молоко долго не опортилось. Сорта. Цветочные магазины предлагают большое разнообразие и сортов можжевельника китайского. Среди наиболее популярных следует выделить можжевельник стрикто. Один из популярных сортов, который отличается неплохой устойчивостью к морозам. Его высота не превышает 2,5 метра с диаметром до 1,5 метров. Хвой окрашена в зеленый цвет с легкой голубизной крона и имеет форму широкой пирамиды. Можжевельник спартан, описание которого следует начать с потрясающего изумрудного окраса хвои, она очень мягкая на ощупь. Сорт китайского можжевельника спартан достигает 2,5 метра и имеет правильную колоновидную форму. Сорт плюмоза. Более компактное растение, не превышающее в высоту и ширину 1 метр. Хвой окрашена в темно-зеленый цвет. Сорт экспансовый риегота. Невысокое растение до 30 сантиметров с раскидистой кроной до 1 метра. Часть ветвей стелется по земле, другая приподнимается вверх. Имеет зеленый с голубым оттенком цвет и желтоватые участки, хаотично расположенные по поверхности. Можжевельник китайский блауф. Очень оригинальное растение, так как форма кроны напоминает перевернутый конус. Хвой окрашена в голубоватый цвет с легким серым оттенком. Высота достигает 1,7 метра. Можжевельник китайский блауф – это только наиболее интересные и распространенные представители этого растения, на самом деле их намного больше. Сколько всего существует сортов, сложно перечислить. Выращивание. Правило ухода за можжевельником примитивно, ему требуется немного внимания, в результате сад будет украшать красивое хвойное вечно зеленое растение. Посадка лучшим временем для посадки считается первая половина весны и у начала осени. Важно посадить растение до наступления заморозков. Важно! Китайский можжевельник лучше всего приживается, если его сажать из закрытых контейнеров в землю. Это гарантирует практически 100% приживаемость. Если высадка проводится растением с оголенными корнями, то нет гарантии, что они приживутся. К составу почвы принципиальных требований нет. Растение прекрасно себя чувствует и песчаненькие, и суглинки. Но больше всего предпочитает можжевельник смесь песка торфа и дерновой земли, взятый в рапорции 1, 2, 1. Сначала подготавливается лунка. Выкапывается яма, 70 на 70 см приблизительно, затем укладывается слой дренажа в 10 см, керамзит или щебенка. После проведения посадки выполняют мульчирование прикорневой зоны с использованием опилок или мха. Это может предотвратить испарение влаги и быстрый рост сорняков. Полив и внесение удобрений не первые дни саженцы обильно поливают, затем сокращают полив до 1 раза в месяц. На взрослые растения потребуется 10-30 литров, в зависимости от его размера. На заметку, это хвойное растение плохо переносит сухую жаркую погоду, поэтому в такие периоды рекомендуется проводить опрыскивание. Лучше всего это делать вечером или ранним утром. Удобрения вносятся один раз за весь год весной. Можно использовать специальные комплексные составы, но достаточно будет и обычной нитрофоски. Обрезка и подготовка к зиме. Первые годы китайский можжевельник очень медленно растет, поэтому потребуется только санитарная стрижка. Удаление сухих и больных веток. После того, как куст достигнет максимальной высоты, его можно стричь на свое усмотрение, придавая красивые формы, в соответствии с выбранным дизайном. Культура прекрасно переносит зимние холода, особой подготовки не потребуется. Но молодое растение все же рекомендуется укрыть. Если зима слишком суровая, то околоствольный круг допускается укрыть иловыми лапками. Болезни и вредители, несмотря на крепкий иммунитет, все же в процессе выращивания можно встретиться с некоторыми заболеваниями. Наиболее распространенным считается ржавчина. Успешно помогут препараты типа арцирида, которые используют курсом в 10 дней. Из вредителей хозяин может встретиться с клей, паутином, клещем, можжевеловой шитовкой. При появлении первых признаков непрошенных гостей, растение начало желтеть или сохнуть кусты и обрабатывать инсектицидами. При обработке следует опрыскивать не только можжевельник, но и рядом посаженные растения, так как именно они становятся рассадниками. Вредных насекомых, например, тля чаще всего встречается на садовой розе. Саженец можжевельника китайского Blue Alpes преимущества и недостатки. Среди основных преимуществ этого растения стоит отметить морозоустойчивость, выносливость засухи, красивый декоративный внешний вид, невысокий рост, прекрасные показатели приживаемости. Как основной недостаток этого декоративного хвойного растения следует выделить плохой рост в первые годы, затем растение быстро достигает своих крайних параметров. Применение в ландшафтном дизайне. Использование можжевельника в ландшафтном дизайне очень широкое. Лучше всего северный кипарис смотрится в садах, оформленных в скандинавском или английском стиле. В дизайнах, оформленных в японских стилях или каменных композициях, без можжевельника просто не обойтись. В зависимости от фантазии, можно использовать китайский можжевельник как центральную фигуру или фоновое растение. Большой ассортимент сортов, различающихся по форме крона и окраски, поможет подобрать наиболее оптимальный вариант для своего варианта ландшафтного дизайна. Как видно при оформлении сада или при усадебного участка очень красиво можно использовать можжевельник китайский. С его помощью получится создать красивые композиции или оформить садовые дорожки. Ухаживать за представителем хвойных красавцев очень просто, с выращиванием справится даже новичок в ландшафтном дизайне.